В поход за здоровьем. В МИАСе набирает популярность скандинавская ходьба. Этот вид спорта появился в России сравнительно недавно и сразу полюбился жителям. Во-первых, нужны всего лишь палки для ходьбы, а во-вторых, она благотворно влияет на здоровье. Одно из главных правил – хорошая разминка перед стартом. Проводит ее Николай Петров. Пенсионер с 7 лет занимается спортом. Увлекался лыжами, плаванием, велосипедом. Последние два года занимается скандинавской ходьбой. В ноябре прошлого года Николай прошел обучение в Челябинске и получил сертификат. Теперь он инструктор по скандинавской ходьбе. Первые люди, которые пришли в группу, это были мои друзья, знакомые, родственники. Мы начинали здесь, на Союзе Труд, в 2017 году. На сегодняшний день постоянно занимающихся в группе уже порядка 20 человек. Но через наше занятие прошло порядка 60 человек. Во время скандинавской ходьбы работают мышцы спины и плечевого пояса, чего при обычных прогулках не происходит. Однако польза есть лишь при соблюдении правильной техники. Как в любом деле, в этом спорте есть тонкости, которые влияют на результат. Например, нужно правильно подобрать по размеру палки, не слишком сильно на них опираться и ставить их при ходьбе определенным образом. За время тренировки группа проходит несколько кругов вокруг стадиона, преодолевая расстояние около 4 километров. Во-первых, настроение поднимается, во-вторых, сердце начинает более стабильно работать, а в-третьих, ну просто общее оздоровление идет организма. Присоединиться к ходокам могут все желающие. Занятия бесплатные. Скандинавцы собираются у стадиона Труд по вторникам и четвергам в 18.30, а также в воскресенье в 9 часов и 10.30 утра.